Важная новость из Минска, где прошел очередной раунд переговоров об урегулировании украинского кризиса. Сегодня представители самопровозглашенных республик Донбасса, которые участвуют в работе контактной группы, объявили о переносе местных выборов на будущий год. Это решение соответствует парижским договоренностям лидеров Нормандской четверки. В международных организациях и европейских столицах высоко оценили компромиссную позицию Донецка и Луганска. Подробности в репортаже Алексея Кручинина. Контактная группа еще и не начала работу, когда стало понятно. Главная новость дня уже есть. Полпреды ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владислав Дейнега опубликовали совместное заявление. Самопровозглашенные республики делают шаг навстречу Киеву и согласны повременить с выборами, чтобы не обострять ситуацию. 18 октября и 1 ноября голосования в Донбассе не будет. Его предлагают провести 21 февраля будущего года при выполнении всех условий, которые прописаны в минских договоренностях. За это время Украина будет обязана выполнить все взятые на себя по минским соглашениям обязательства. А именно, предоставить Донбассу особый статус, не допустить преследования и наказания лиц участников событий на территории Донецкой и Луганской областей, а также переголосовать поправки в Конституцию в новой согласованной с нами редакции. О том, что нельзя проводить выборы, пока не выполнена политическая часть минских соглашений, говорил президент Франции Франсуа Алант после встречи лидеров Нормандской четверки 2 октября в Париже. Владимир Путин тогда заявил, Россия поспособствует тому, чтобы республики отменили уже назначенное голосование. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, Кремль приветствует решение Донецкой и Луганска и считает его примером гибкого и конструктивного подхода к мирному процессу. Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь заявил, что отмена выборов 18 октября и 1 ноября дает шанс провести их по украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Координатор контактной группы от ОБСЕ Мартин Сайдик пообещал, что дипломаты начнут искать решения по выборам в самое ближайшее время. Рабочая группа по политическим вопросам сейчас сосредоточится на проработке особого закона о местных выборах. Наличие такого закона дало бы возможность провести выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в полном соответствии с минскими соглашениями. Евросоюз с сегодняшними минскими итогами доволен. Перенос выборов явно пойдет на пользу мирному процессу в Донбассе. Инициативу ДНР и ЛНР поддержал Франсуа Аланд. При этом отметил, недавняя встреча европейских лидеров сыграла здесь ключевую роль. Перенос голосования на февраль означает, что минские договоренности, в том числе о прекращении огня и отводе вооружений, могут быть продлены на 2016 год. Теперь Украина вместе с ДНР и ЛНР должна разработать законы об особом статусе Донбасса, амнистии и местных выборах. Фонды переговоров сейчас благоприятны. Политические дискуссии больше не заглушают грохот орудий. В регионе соблюдается перемирие. Начался отвод от линии разграничения артиллерии калибром меньше 100 мм, а также танков и минометов калибром до 120 мм. Это подтверждают наблюдатели ОБСЕ. В их последнем отчете говорится о выводе 30 основных боевых танков ЛНР из трех районов вдоль линии разграничения. Отводит вооружение и украинская сторона. Армейское командование раскрыло специалистам ОБСЕ детали маршрута для вывода танков. Впрочем, нерешенных вопросов, связанных с безопасностью в регионе, еще много. На повестке дня по-прежнему демилитаризация Широкина. Не везде от линии разграничения отвели даже тяжелое вооружение. В местах, где только недавно стихли бои, сотни неразорвавшихся снарядов. К моменту следующей встречи участники согласились обсудить это рамочное соглашение о разминировании и определить в этом направлении приоритетные проекты. Мы считаем, что тема разминирования, конечно, очень важна. Мартин Сайдик добавил, гуманитарная и экономическая подгруппы тоже добились успехов. В Донбассе восстанавливают водоснабжение и дороги. Есть надежда на скорый обмен пленными в формате «всех на всех» при помощи Красного Креста. А на прошлой неделе, по словам Сайдиков, пострадавшие регионы начали доставлять международную гуманитарную помощь. Алексей Крученин, Сергей Панасюк и Арсений Тебелясов. Первый канал. Минск.